Добрый день! У нас нет главной темы, а вы мне ответили где-то в районе пяти вечера, что еще осталось, ночь что-то выстрелит, но я не думал, что у вас такая связь с Макроном. Есть, какая-то есть определенная спиритический сеанс с Макроном дал о себе знать примерно около восьми вечера по парижскому времени и события начали развиваться в аэропорту Лебурже, куда прилетел основатель телеграмма и некогда социальные сети ВКонтакте Павел Дуров. Прилетел он туда на своем частном самолете и тут же был арестован французскими силовиками. Сегодня вроде как должен быть суд и сегодня должны быть предъявлены какие-то официальные обвинения, но пока известно довольно немного. В частности, например, можно с уверенностью сказать, что Дуров был задержан в рамках предварительного следствия, которое было сосредоточено на недостаточной модерации телеграмма. Об этом сообщает сразу ряд французских СМИ. Давайте попробуем разобраться, что могло действительно не понравиться Франции в господине Дурове. Слушайте, ну, Франция, как и любому государству на этой планете, господине Дурове, мне нравится буквально все. То есть, в этом смысле есть какой-то международный интернационал людей, которым мне нравится то, что делает Павел Дуров. Эти люди называются спецслужбы всего мира. В целом, я должен сказать, что у меня нехорошее ощущение, что мы получили достаточно злокачественную историю, которая может развернуться в очень длинную историю. Потому что, в принципе, это дело по своей значимости для эволюции и развития информационного общества будет не менее показательным, чем дело Ассанжа. Безусловно, оно может пойти по какому-то другому сценарию, потому что, в отличие от Ассанжа, Дуров в первую очередь предприниматель и бизнесмен, а во вторую очередь общественный деятель. То есть, пирамида перевернута совершенно иначе у Ассанжа все-таки. Главное это то, что он общественный деятель и уже вторично то, что это был какой-то проект. Ну, непонятно, какая там была коммерческая составляющая для меня. Здесь Дуров все-таки предприниматель, поэтому трудно сказать, где та точка, далее которой он будет сопротивляться, или он пойдет на компромиссы, или уничтожение этого бизнеса, это и будет, собственно говоря, точкой компромисса. Но, так или иначе, эта история будет точкой развития эволюции системы. То есть, это будет та точка, в которой, ну, я буду не первым, потому что я не первый говорю, я уже видел Венедиктова, который об этом сказал, это будет точка определения баланса между в отношениях личности и государства в вопросах свободы слова, вот на современном этапе. И, к сожалению, здесь нет простого ответа, потому что эта точка никогда не бывает такой, как ее видят ярые либертарианцы или ярые охранители. Она всегда находится где-то посередине, и где именно посередине для всех нас не было важно. Ну, давайте попробуем представить себе действительно вот эту систему координат и понять, где именно это, на каком отрезке, давайте так сформулируем, эта точка может приземлиться. Ну, смотрите, самая первая мысль, которая приходит в голову, она состоит в следующем, что, к сожалению, жизнь показала, и, видимо, это логично, что там, где есть свобода слова, самыми первыми этой свободой слова и умело пользуются те, кому вообще лучше не находиться на свободе. Это вот такой вот парадокс, что свобода слова для всех нас имеет некое обременение, потому что всегда, кажется, свобода не только нашего слова, не только слова тех, кто нам не нравится, это мы бы еще могли стерпеть, но это и свобода тех, кто нас убивает. И вот это вот точка, в которой очень трудно найти вот этот вот баланс, потому что можно вслед за дуру сказать, что тогда можно во все, в принципе, запретить слово, поскольку есть информация о том, что бандиты-террористы общаются с помощью слов. Это очень красивая фраза, она мне понравилась, но, к сожалению, эта фраза работает ровно до того момента, пока в каком-нибудь тракте не убили твоего родственника. Потом выясняется, что этот тракт можно было предотвратить, если бы, так как бы, эти люди не имели, например, возможности общаться в Телеграме, были бы там незаметны для правоохранительных органов и так далее. Тут же возникает вопрос о том, что таким образом общественная безопасность является той ценностью, ради которой можно и нужно ограничивать вот эту вот свободу слова. Дальше возникает вопрос, во-первых, до какой степени можно и нужно это ограничивать, а во-вторых, возникает вопрос в том, что при этом ограничении страдают как раз доброкачественные пользователи, в то время как, собственно, тем, за кем охотится государство, они первыми находят другие формы коммуникации. То есть создать систему вполне себе полезных Телеграм-каналов будет очень трудно. Найти способ передать информацию о закладках каких-нибудь наркотических веществ, можно будет найти и другой способ. То есть будет менее удобная, но, в принципе, возникающая, как грибы пути дождя, система при современном развитии информационных технологий, которая будет позволять этим людям общаться. Ну, есть еще и другой вопрос, понимаете, я не могу не отметить, что происходит некая такая деградация государственных систем расследования во всем мире, потому что на самом деле возникновение таких вот универсальных платформ для общения, возникновение социальных сетей, возникновение мессенджеров, оно, в общем, упростило им работу. Я пытаюсь понять, могли ли возникнуть образы Тапшерла Холма с Эркулио Пуаротом, я не знаю, кого еще, если бы в XIX веке существовали такие методы расследования, как сейчас. В смысле, что надо расследовать? Надо просто получить коды, влезть внутрь, все прочитать, и на этом как бы расследование закончено. Это очень удобно, понимаете, это очень удобно, и это развращает, и государство хочет иметь все больше и больше таких возможностей. Поэтому, в общем, на самом деле, с моей точки зрения, ну, конечно, к сожалению, крайнего решения ни в ту, ни в другую сторону не будет, но поиск этого баланса будет очень мучительным, что в какой-то момент Дурову придется признать в эту знаменитую формулу Ленина, что невозможно быть свободным от общества, вообще всех, не улетая с этой планеты на Луну. А он пытался улететь на Луну. Наша зрительница Оксана из Гаги спрашивает, предлагает такое любопытное сравнение, предлагает вам выбрать из двух вариантов, ну, может быть, третий вы какой-то свой предложите. Первое. Арест владельца компании-производителя ножей за то, что они используются для совершения преступлений. Или арест владельца магазина, где совершено преступление за то, что он отказывается выдать видеозапись, на которой это преступление зафиксировано. Вот какой вам вариант ближе? Ну, я попытаюсь воспользоваться брошенным мне. Если владелец магазина ножей продает ножи не кухонные, а, условно говоря, финский нож, который признан холодным оружием, и он продает его несовершеннолетнему, и это запрещено законом, и он продает его без соответствующих документов, без оформления лицензии, без фиксации, кому он это признал, тот будет арестован в любом случае. А вот проблема состоит в том, что люди, которые сейчас размахивают руками и приводят эти примеры, они не совсем хорошо понимают, как это работает на самом деле. Ну, вот сейчас, как она сказала нож, могла сказать пистолет, но, собственно говоря, то же самое. То есть, если это выходит за пределы школьного мессенджера сделан на коленке, а Телеграм совершенно очевидно, это не школьный мессенджер сделан на коленке, и в этом вся его проблема. То есть, Телеграм, с моей точки зрения, это гениальное изобретение. Я должен сказать, что я как пользователь, я совсем недавно так думал о Дуре, это вообще поразительно, я всегда опаздываю. Слава Богу, что я книжку успел издать. То есть, для меня Телеграм оказался инструментом не коммуникации, он оказался инструментом творчества. То есть, вообще должен сказать, что такие глобальные хорошие идеи, они возникают очень редко. И Телеграм на самом деле, после появления, после появления Фейсбука, ну вот ТикТок была такая прорывная, мощная идея, насколько я понимаю, у нее китайские корни, ну или китайские инвесторы, корни другие, я не в курсе на самом деле, но понятно, что ТикТок, это была достаточно свежая идея, которая создала WhatsApp, Skype, Facebook, там еще вот этим системам, которые были созданы в основном в лоне американской информационно-технологической культуры, серьезную конкуренцию. Ну вот Телеграм такого же уровня оказался инструментом. Это бывает раз в десятилетия. Это не то, что проходное какое-то явление, а Дуров во многом заложник масштабности своей идеи и масштабности того бизнеса, который он развел. Не забывайте, что здесь есть еще и момент конкуренции. Я помню про магазин, я сейчас не закончу с магазином. То есть вопрос состоял в том, что Дуров открыл магазин финских ножей, в котором одновременно продавались японские ножи, там, хорошая, качественная, для разделки мяса, обыкновенные пирочные ножики и так далее, но в том числе и финские ножи. И он продавал финские ножи, как продают китайские наборы ножей и вилок для еды. По тем же правилам. В этом проблема. Если бы какой-то владелец магазина ножей это делал, он бы давно сидел. Но масштаб бизнеса Дурова какое-то время защищал его от этого. То есть и в какой-то момент это стало. То есть эта точка, рано или поздно это бы случилось. Надо понимать, что рано или поздно это случилось. То есть человек, который поставил свою цель заставить все государства мира капитулировать перед ним, он поставил утопическую цель. То есть к этому шло. Нам было крайне удобно этим пользоваться. Мы все абсолютные бенефициары его безумного поступка. Но это не могло продолжаться вечно. Ну, я уже тогда закончил. Понимаете, тут есть очень серьезный момент конкуренции. Я не думаю, что сейчас в штабхватере и в фейсбуке кто-то рвет на себе тельняшку. Под горе. У меня было свое время. Понимаете, здесь ситуация в общем на самом деле и неприятная, в то же время их можно понять. Всегда очень трудно бороться с нарушительным конвенциям. То есть если ты сам вынужден по каким-то причинам жить, по каким-то правилам, которые тебе тоже очень не нравятся, но ты вынужден их соблюдать, и рядом появляется тот, кто их не соблюдает, то у того, кто их не соблюдает, возникает очень серьезное конкурентное преимущество. У меня лет 20 назад больше мимолетно был клиент, который производил мороженое. И он на пальцах мне рассказывал, почему он не может и не в состоянии делать качественное мороженое, вот то, которое мы помним от советских времен, почему нынешняя лакомка не похожа на ту лакомку и так далее. Он написал, что я очень хочу это делать, но если я буду покупать качественное молоко и все остальное, масло, качественное молоко, у меня цена пачки мороженого слетит до стономических высот, потому что при этих качественных продуктах по той цене, по которой оно сегодня продается, его на рынок не выставишь, ты будешь работать в убыток. А рядом всегда будет кто-то, кто будет делать то же самое, засовывая туда пальмовое масло. Его цена будет ниже, я просто не смогу работать. То есть, если появляется кто-то один, кто нарушает конвенцию, то рынок вынужден ориентироваться на него. В этом смысле, конечно, Телеграм, он работал, ну скажем, по правилам, которые он стал сам для себя и создавал для всех остальных жесткую конкуренцию. Ваним Борисович, на секунду к нашим зрителям обращусь. Во-первых, хочу похвастаться, что сегодня, когда я с утра проснулся, первое, что я подумал, это Асанж, вот второй Асанж. Написал об этом в своем Телеграме, как раз ссылка есть в описании, и ссылка на Телеграм-канал Варима Борисовича тоже есть в описании. Его надо читать, мне тоже надо читать, мне можно писать, потому что именно там я собираю вопросы для нашей воскресной службы. Ну и еще в описании к этому ролику ссылка на Ютуб-канал Владимир Борисович и его сыну Борису Владимировичу. Очень интересный канал, Пастуховские кухни, всем горячо рекомендую. Ну и, конечно, подписывайтесь на Хатарковский лайф, будьте в курсе наших программ, ставьте лайки, пишите комментарии, мы стараемся все читать и по мере возможностей отвечать вам и там тоже. Варим Борисович, ну, здорово, понятно, давайте разберемся, а вот сама платформа-то уйдет, изменится, потому что мы что-то с вами не так давно обсуждали, закрытие Ютуба, блокировки, замедление, а может быть мы скоро без Телеграма останемся? Ну, я, честно говоря, рассматриваю это как очень высокий риск. Значит, смотрите, в принципе, давайте оттолкнемся от вашей ассоциации с Ассанжем, но она такая общая, конечно. Будет ли Дуров вести себя как Ассанж? Ну, Дуров не Дуров, но он не похож на человека, который готов провести 20 лет в тюрьме. То есть, вот встанет ли этот человек на принцип и будет ли он там держаться? То есть, дальше, если он... Дальше две развилки. То есть, возникнет ли вокруг Дурова движение мощной поддержки, давления на Францию, такое, которое возникло вокруг Ассанжа? Я в этом сомневаюсь, но без такой поддержки ему будет очень тяжело. Я вообще в глубине души думаю, что частично то, что произошло, оно и связано с положением Макрона. И я не могу отделаться от мысли, что вот такого рода крупный скандал Макрону чрезвычайно выгоден сейчас, поскольку он отвлекает внимание от довольно сложного внутриполитического положения дела во Франции, и от некоторой слабости позиции самого Макрона. То есть, здесь есть еще один такой вот аспект, совершенно, может быть, неприятный, но, похоже, Макрон за счет Дурова в этой ситуации будет поправлять свой имидж, или, по крайней мере, отвлекать внимание от каких-то других вещей, на которые ему не хотелось, чтобы обращалось внимание. То есть, первый вопрос, будет поддержка или не будет поддержка? Так. Если будет поддержка, то будет кураж и будет битва за принципы. Если поддержки не будет, будет торг. Будет торг. Значит, дальше, если будет торг, ну, по сути, давайте назовем вещи своими именами. В моем представлении, Дуров – это заложник. Вот, в ней ситуация, Дуров – это заложник, которого взяли как раз у компании «Телеграма». То есть, и сейчас будет торг, либо «Телеграма» меняет свои правила, либо, условно говоря, Дуров сидит. Если компания идет на переговоры и какие-то правила меняет, то, во-первых, это означает, что у всех, дальше как заложник, понимаете, у Путина, кто бы там ни был в Америке, у Шольца, у всех остальных возникает желание повторить и взять еще раз того же Дурова или какого-то другого заложника и поторговаться. Это во-первых. А во-вторых, собственно говоря, привлекательность «Телеграма» для значительной части аудитории, вот тот недоброкачественный, который, в общем-то, составлял значительную часть пользователей, она упадет. То есть выдержать «Телеграма» это при всем при том бизнес. Бизнес, который достаточно затратный, это все-таки надо поддерживать как-то и так далее. То есть, с моей точки зрения, угроза того, что эта история закончится уничтожением проекта, она достаточно высока. То есть, по какому бы сценарию это ни пошло. То есть, я внутренне уже задумывался о том, что, ну да, как бы на небесах все пишется, то есть, был какой-то этап моей жизни, он был связан с войной, когда «Телеграм» стал частью моей жизни, и я в какой-то момент стал задумываться, а что же дальше, и тут сверху мне говорят, ну а что, все очень просто, дальше этого не будет. Будем искать какие-то другие формы жизни. Ну, в эпоху войны не только мы с вами «Телеграм» активно пользуемся, я напомню, что это фактически официальный мессенджер Минобороны Российской Федерации, и через него идет фактически вся коммуникация и секретная, и публичная между российскими военными на Украинском фронте. Так что, у них сейчас тоже бой довольно громкий. Ну, смотрите, это то, о чем я сказал, что здесь эта платформа, которая, это первая практика, что когда мы даем свободу слова, то этим словом пользуются в первую очередь те, кому не стоило бы находиться на свободе. Вот я сказал, и это еще раз повторю. Но вот проблема состоит в том, что найти другую форму коммуникации наверное не смогут. А вот найти такую платформу для выражения социальных и политических взглядов будет довольно затруднительно быстро. Еще один вопрос. Все-таки довольно популярный мессенджер. Один миллиард практически пользователей у них по всему миру. Ну, по крайней мере, двигались к этой цифре. В России это мессенджер номер два. Вот эта массовость, она не сможет как-то конвертироваться для Дурова в какую-то поддержку. Ну, я говорю не о моральной поддержке, конечно, она у него будет, точно. Но я говорю про некий перевес сил, который может быть ему обеспечен. Знаете, я здесь как человек, который не то чтобы историк, но рядом со школы пожил, помню всегда оценки крестьянских восстаний. И общий смысл был таков, что масштаб крестьянского восстания всегда не имеет значения, потому что имеет значение его организованность, а всякое крестьянское восстание натыкалось на пару хорошо организованных рыцарей, на пару полков Суворова, и там на это все заканчивалось. То есть для организации вот такой длительной массовой поддержки скорее нужна секта, ну, такая, какая была у Ассанджи, такая, какая была у Навального. Вот эти организованные люди, они способны оказывать, пусть их гораздо меньше, но они способны оказывать гораздо более длительное направленное воздействие на систему, чем миллионы вот этих разросленных информ-крестьян. И я, честно говоря, буду сильно удивлен, если этот миллиард пользователей конвертируется хотя бы по очень низкому курсу в 10 тысяч активных сторонников, способных и готовых тратить свое время на борьбу за освобождение Павла Дурова. То есть, я думаю, что это будет очень хороший курс, поэтому, во-вторых, ну, Трансперт Телеграма, с моей точки зрения, и успешность этого проекта и стала проблемой, потому что, ну, там достаточно открыть инструкцию важных историй, посмотреть там, а что делать, если закрыли то-то, что делать, если закрыли все, и ты понимаешь, что, хотя ты не в курсе, но существует гигантское количество разных систем коммуникации уже, они будут расти, как грибы, ну, потому что в мире много программистов, много людей, которые хотят попытать счастья на поле новых проектов и стартапов, так что, они как бы вне поля зрения такого, то есть, именно масштабность этого проекта, именно то, что он оказался вот не один из многих, а уникальным, это и создает для Дурова проблемы. Одно из последних видео, которое Дуров опубликовал, будучи на свободе, это он ехал на баги, где-то по какой-то горной дороге, под песню американской группы Rage Against the Machine, песня с припевом No matter how hard you try, you can't stop us now. Неважно, как сильно вы стараетесь, вы нас все равно не остановите. Ну, это такой вот штрих небольшой. Вы знаете, для меня, конечно, Дуров, он из разряда вот как и Илон Маск, это несколько экстравагантные люди, немного непонятно в его поведении, и очень много то, что мы сейчас видим, и то, что на поверхности, оно не отражает каких-то реальных глубинных течений, потому что достаточно темная история с его одновременным нахождением с Путиным в Баку. То есть, на самом деле, эта история может ничего и не значить, потому что я знаю достаточно много людей, которые по числе случайности оказались в Баку в эти дни, и я твердо знаю, что они даже понятия не имели о том, что Путин приедет туда в эти дни. Так что, понимаете, мы часто очень сильные конспирологические теории возникают реально на очень пустом месте, и тем не менее, тем не менее, мы не можем исключить, что там были какие-то терки, перетерки, потому что все-таки как раз за неделю до этого визита была, вот вы говорите о том, что телеграмм так нужно российским военным, но тем не менее, мы же видели на прошлой неделе две попытки его блокировки. Было. Поэтому и тут как бы вот две попытки блокировки, и тут Путин едет в Баку, и Дуров едет в Баку, и идет подчеркнута вот эта информация, что Путин отказался встречаться, а зачем вообще это говорить? Ну не встречался Путин с Дуровым, ну и хорошо. Понимаете, сама вот эта вот форма заявления в отрицательной форме о том, что Путин отказался встречаться с Дуровым, она больше, это эффект Барбары Стрейзен, понимаете, ну был Путин в Баку, и Дуров там был в Баку, ну один ходил по рынку, другой ходил по дворцу, ну как только появляется это заявление, понимаете, это все связывает воедино и привлекает к этому вниманию. Дальше, знал ли Дуров о том, что его могут арестовать во Франции, но естественно знал, были ли у него конфликты, были, при этом как бы он в 21-м году получает французское гражданство, почему не французское, он не ездил в Европу, об этом пишет, он понимал, опасался, почему он сейчас именно поехал, монопереговоры, монопереговоры, да, это такой абсолютно русский путь, господи, сколько прошло б у меня людей, которым я говорил, что вам нельзя возвращаться в Россию, потому что вас примут прямо в Шереметьево, сколько раз эти люди говорили мне, что вы ничего не понимаете, я обо всем договорился, мне надо потереть, перетереть, это такая русская черта, то, что все можно потереть, перетереть, и заканчивалась она всегда одним и тем же, их принимали в Шереметьево, и дальше они проводили, а многие до сих пор проводят годы в изоляторе. Еще один товарищ у нас с вами прошлым летом полетел, куда не надо было, и тоже не долетел. Да, тоже на терке, видимо. Ну, там я вообще уверен, что ему сказали, что с ним сам будет, то есть единственная причина того товарища вытащить, с моей точки зрения, да еще в таком коллективе была сказать ему, что с ним будет разговаривать сам, ни на что бы другое он не повелся, то есть это вот мое глубокое убеждение. То есть очень много странностей в этой истории, которые пока находятся где-то на втором плане, но которые я не исключаю выйдут и на первый план. То есть это какой-то гигантский торг одновременно, и здесь мне непонятно, какую позицию займет Дуров инстинктивно, мне кажется, что он не захочет стать вторым Ассанджем, как бы ему это все не предписывали. Ну да, не похож он на второго Ассанджа, конечно. Товарищи, не летайте самолетами не надо лететь. Будем продолжать наблюдать за Дуровым. Предлагаю дальше пойти, Вадим Борисович, если не возражаете, к другим темам. Вроде это уже исчерпали. Нет, ну, то есть если к концу нашей передачи опять специально для вас на период какая-то новость, то да. Так, буду посматривать, но надеюсь, что нет. Возвращаемся к, собственно говоря, главной теме, которую мы планировали обсудить с Вадимом Борисовичем изначально. Два с половиной года войны на этой неделе, более того, даже вчера, вчера два с половиной года войны. Я бы хотел предложить вам обсудить какие-то промежуточные вехи, вот к которым мы все подошли. Ну, давайте попробуем начать, не знаю, не с войны, но предлагаю начать с общества. Что главное изменилось за это время? Общества разделились и в России, и в Украине на очень твердое военное ядро и на массу, которая движется в разных направлениях. Для массы в существенной степени ощущается усталость, для военного ядра одержимость и военное ядро рулит. вот такая довольно сложная картина, потому что все ожидали, что обычно два года войны, вот такой войны, если она не динамична, это два года, которые являются переломными, общество после этого начинает от нее уставать. И вот с этой усталостью, наверное, невозможно было бороться, но тем не менее оказалось, что механизмы есть. То есть этот механизм, это образование довольно твердого ядра, которое уже подзаряжается собственной энергией ненависти, и оно оказалось способно подавить усталость основной массы. Вот это я наблюдаю и в России, и в Украине в одинаковой степени, и, честно говоря, это рождает во мне определенный скепсис касательно разговоров и планов о том, что эта война может в ближайшее время быть закончена каким-то переговорным процессом. Как вы думаете, вот эта поляризация, которая есть в Украине и в России, ее часть, ее доля, они примерно равны? Я думаю, что нет, я думаю, что в Украине часть населения, которая готова воевать, все-таки выше по понятным причинам, чем в России, потому что в Украине уже давно развернут формат, собственно говоря, полноценной войны, и люди понимают, что происходит, в России это очень интересная ситуация, мы ведь все издевались над этим концентом СВО, этой сволочной войны, которую Путин начал, потому что нам казалось, что это какой-то пиаровский оксимарон, но это все не переживет недели, двух, месяцев, сколько можно морочить людям голову, говорили мы. Оказалось, что Россия это удивительная страна, в которой голову можем морочить очень долго, как выясняется, два с половиной года. Одно из достижений Путина состоит в том, что с точки зрения массового сознания война в России еще не начиналась. и это удивительная вещь, потому что война существует в строго ограниченном сегменте общественной жизни, там поддерживается, а наоборот всех остальных от нее тщательнейшим образом оберегают, ну и они сами себя очень активно берегут, делая вид, что ничего не происходит. Поэтому ситуация в этом смысле достаточно разная, потому что в Украине есть осмысление того, что эта война, к ней могут поразительно относиться, но как бы все общество понимает, что это война и все общество понимает, что оно воюет. В России мы видим такую, как обычную, оприченную земщину, то есть оприченная воюет, земщина спрятала и прижала уши. Знаете, я вот хотел как раз проиллюстрировать ваш тезис. Недавно видел интервью Екатерина Дунцова и, по-моему, на нашем даже канале, которая была в Курске, разговаривала с теми, кто эвакуировался из приграничных районов сел и городов. И она спрашивала у кого-то, вот вы давно в Курск приехали? Говорят, ну, недавно, с начала войны. И вот тут как бы она сразу поняла, о чем речь. У меня так немножко как бы заклинило. То есть с начала войны это значит вот тогда, когда на суд же напали, там, сколько, две недели назад получается. Две недели назад. Для них война началась... Слушайте, мы же с вами вели эфир перед Новым годом. Я очень хорошо помню, что вы меня спросили, ну, что будет в следующем году, сказал, что война придет на территорию России. И почему-то вот все меня тогда восприняли, ну, что я говорю о том, что, ну, вот там дроны будут долетать, там, еще что-то. А я имел в виду вот то, что имел в виду, что логика войны, она неизбежно развертывается медленно, может быть, очень медленно, но она развертывается в том направлении, что если ты в нее вступил, то ногу уже не вытащишь. поэтому, да, для многих получается, это черта христианского сознания, опять-таки, что война для них начинается тогда, когда она уже их охватила, идет лично вокруг них. То есть, да, для многих, но при этом, обратите внимание, то есть, для Курска война уже началась, а, условно говоря, для какого-то Хабаровска, ну, в общем, помимо тех людей, у которых родные погибли, ничего не происходит. Я думаю, для Воронежа, например, который тоже приграничный южный регион российский, тоже особо не началась пока, наверное. Ну, вот, я вчера поздно вечером разговаривал с Ириной Воробьевой и Быковым в эфире, и там. Ирина рассказывала о своих впечатлениях о поездке в Белгород в мае, но там, конечно, для этих регионов там уже немного иначе выглядит, то есть, там уже есть какое-то ощущение аномальной жизни. Но, условно говоря, для Москвы и Питера пока в общем, это все литературная история, я бы сказал. Смотрите, на днях рейтинг Путина на фоне наступления ВСУ в Курской области прожил рекордное падение с начала войны, вот тоже, собственно говоря, это пришлось на 23 августа, притом об этом в целом официально говорит, в публикации на сайте сказано, что снизился его рейтинг на 3,5% пункта, но все равно достаточно высоко, 73,6%, недели ранее эта цифра была 77,1%, что вы думаете об этих цифрах? Ну, я думаю, что в этом смысле рейтинг Путина в том виде, в котором мы его видим, это как довлатовский доллар, он забрался на такую недосягаемую высоту, что падать будет вечно, и мне кажется, что раньше Путин умрет, чем его рейтинг куда-то свалится. Но, если серьезно, то в лоб я об этом не думаю ничего существенно, потому что это такие микроколебания, которые, во-первых, надо еще доказать, что они реальны все, во-вторых, там, катастрофическое снижение рейтинга там с 80 до 76 или что-то в этом роде, ну, кажется мне смехотворным. То есть, я на это особенно никакого внимания не обращаю, а вот то, на что я обращаю внимание, его можно зафиксировать аналитически, не проваля никаких опросов. То есть, для меня совершенно понятно, что никакой прямой причиной следственной связи между падением, то, что называется рейтингом Путина и, например, такими событиями как в Курске ее нету, потому что общество очень консервативно, у нее колоссальная способность к комбартизации другого удара, и поэтому, собственно говоря, тут только что об этом всем говорили, для всех остальных ничего не поменялось, по инерции все продолжает двигаться и, наоборот, от страха и от неопределенности народ будет даже сплачиваться вокруг. Я должен сказать, что в определенный момент это может пойти совершенно в обратную сторону, что ситуация чем будет становиться хуже, тем выше этот рейтинг будет расти. И это будет не подделка, а совершенно естественная реакция общества на испуг. То есть в Стаево в момент опасности она группируется вокруг вожака, ну и в общем как бы это для нее нормальное положение. А вот что будет происходить, об этом тоже я уже говорил, это все микротрещины, и это микротрещины, которые подрывают восприятие Путина как полубога, как богочеловека. Вот мы должны понять, что при всем при том мы упали в эту классическую для России яму формирования феномена самодержица. Что такое самодержица? Почему самодержица это больше чем царь, это больше чем император? Потому что в нем сочетается вот эта историческая традиция византизма, когда бог и царь это практически одно и то же, когда царь является помадовником божьим, когда в общем религиозная и светская власть, они по сути объединяются. Вот эта вот сакральность вождя это необходимый элемент устойчивости русской власти. То есть получается, что по сути вот эта концепция лидера общества, не важно, как он называется, царь, минсек, президент, вот как светского правителя, ее недостаточно. У нас всегда работает только тогда, когда этот человек приобретает черты святого, черты мистические и когда сознание сковано вот этим мистицизмом. Проблема состоит в том, что даже эта сакральность, она разрушается и когда она разрушается, тогда ну практически Россия, как правило, опускается после этого не в смену власти, а в смутное время. Вот этот процесс, он потихоньку с моей точки зрения набирает силу, то есть падает не рейтинг Путина, а вот это вот чувство мистической защищенности, что моя вера в этого человека является моим талисманом. Понимаете, Путин это сейчас талисман, такой олимпийский мишка, да, Путин это талисман, который, в который народ прячет свои страхи, который целует, когда ему страшно, и говорит, нет, Путин с нами, Путин с нами, поэтому вот можно идти, ничего не случится, Путин с нами, со стороны ничего не случится, со мной ничего не случится, мы все это переживем, а на этом все держится. Если будут происходить такие события, в Курск, на этом талисмане начинается вот это матовое росте трещинок, он мутнеет, и в какой-то момент, в какой-то момент человек, да нет, это талисман, это просто игрушка какая-то, ее выбросить надо. Вот это, конечно, движение в этом направлении, я не уверен, что оно какими-то замерами может быть сейчас количественно измерено, но то, что идет, это для меня очевидно. Вы знаете, что такое пиньята? Нет. Это, по-моему, в латиноамериканской культуре такая игрушка, набитая всякими сладостями, которую подвешивают на дерево, на веревке, детям завязывают глаза, дают битую или палку какую-то, вот они вслепую пытаются по ней ударить, и рано или поздно, значит, кто-нибудь к радости собравшихся детей разносит эту игрушку, из нее вываливаются все конфеты, но тут, мне кажется, не с конфетами. Ну, тут просто нет, нет, смотрите, очень интересная аналогия, но просто не сладости внутрь закачаны. Да, да, совершенно верно. Но дети продолжают бить. У меня есть еще один вопрос по поводу, собственно говоря, двух с половиной лет, нам его прислала наша зрительница, сейчас один момент, я его найду и прочитаю. Очень важный вопрос, как мне кажется. Два с половиной года градус расчеловечивания нарастает с каждым днем, это видно во всем, и по комментариям к событиям, и по поведению людей, или не людей в зоне оккупации, в глубоком ТОУ. Насильственных преступлений все больше, все больше разточения, по отношению к детям, старикам, животам, природе, тонкий слой культуры, словно содран, почти полностью, крупными буквами. Убийство Павла Кушнера еще одно свидетельство озверения мелких прислужников власти. Может ли количество преступлений против невиновных перейти в необратимое качество, или даже маленький комочек земли в асфальте может стать основой для нового культурного послевоенного слоя. Вопрос без подписи, но мне понравился. Встречный вопрос «Был ли мальчик, была ли человечность?» Это хороший вопрос, который возникает, потому что тезис о расчеловечивании, он был крайне актуален, и, собственно, наверное, я был одним из первых, кто об этом начал писать в первой неделе начавшейся войны. Ну, любая война расчеловечивания. Вопрос состоит в том, что в какой-то момент, когда это продолжается очень долго, ты начинаешь сильно сомневаться, что было чему расчеловечиваться, что не было ли длительное, скрытое, латентное существование бесчеловечности, которое маскировалось исключительно инерцией социальной жизни, и невозможность эту бесчеловечность проявить на практике реальной причиной всего произошедшего. Это, вот для меня, немаленький такой вопрос, потому что расчеловечивание это тот вопрос, который мы задавали два с половиной года назад. Наследственная, внедренная и, как бы, устоявшаяся бесчеловечность, как, наверное, глубинная причина всего произошедшего, это тот вопрос, который мы задаем сегодня, спустя два с половиной года. То есть, мы все больше и больше понимаем, что эта война возникла не на пустом месте, что, да, в ней были свои субъективные причины, но при этом, как бы, она базировалась на векторах развития, которые, возможно, уходят слишком далеко вглубь нашу культуру и без перекодирования нашей культуры. То есть, понимаете, вопрос в чем, что я боюсь, что то, что нам предстоит сделать, это не зачеловечить обратно, а внедрять человечность в генной инженерности, в генной инженерии какой-то, в почву, из которой она выветрилась очень-очень давно. Давайте коротко поговорим про ситуацию на поле боя. Все-таки продолжаются и события в Курске развиваться не с такой же скоростью высокой, как это было в начале этой операции, но и продолжается российское наступление в Донецкой области, собственно говоря. Вот-вот настанет угроза, нависнет угроза над Покровском, который довольно важный узел для вооруженных сил Украины. Вот как вы смотрите на эту развилку? Путин пока, судя по всему, пытается противостоять ВСУ, которые в Курске силами срочников, бригады террорабороны, ну и не перебрасывают туда важные резервы не с территории Российской Федерации, не, собственно говоря, какие-то боевые части с других украинских фронтов. Смотрите, Курск сейчас не выстрелит и выстрелить не может. Курск это хорошая закладка на тот случай, если события для Украины пойдут хорошо. Судьба Украины по-прежнему решается вот там, где Украина держит русское наступление. Осталось, ну, по всей видимости, месяца два, потому что потом, собственно говоря, наступать там станет очень тяжело. То есть, вот вопрос судьбы этой кампании, может, судьбы этого этапа войны, он решается сегодня все равно на таких традиционных фронтах этой войны и судьба ее в руках того украинского солдата, который держит там героическую оборону. Дальше это прекрасно понимают в Кремле и в Кремле не ведутся на какие-то подсказки, которые им украинский генштаб делает. Почему? Потому что они понимают, где именно решается судьба этой кампании и не хотят от этого отвлекаться. То есть, если они добиваются своего и если там происходит прорыв фронтов такого стратегического масштаба, который ставит под угрозу значительную территорию Украины, который позволяет придвинуться к Днепру, я имею в виду город, а не речку, который открывает оперативный простор для наступления в любую сторону, то проблема Курска решается сама по себе, потому что Украине будет не до удержания этого плацарма. Поэтому Путин особого внимания на это не обращает. Если же там фронт прогнется и, допустим, будет оставлен Покровск, но все равно прорыва фронта такого глубокого не произойдет и оперативных просторов не будет, они там, допустим, сдвинутся еще на 30-40 километров вглубь своей территории, но не раскроются, то Курс превратится в гангрену. В этом случае Курс превратится в гангрену, потому что когда наступление на том участке встанет, то перед Путином встанет политическая проблема, что до зимы он Украину не обломал, что мы находимся в том же положении, в котором мы находились, условно говоря, под Новый год 2023-2024 годов, но еще при этом у нас торчит заноза в мягком теле Курской области. И тогда, собственно говоря, вот эти территории Курской области скорее всего вынуждены станут уже Бахмут-Авдеевка и будет еще Курск, будет еще Суджа, потому что в данном случае украинские войска с большой долей вероятности там закопаются, а Россия будет вот этим методом из Киевской войны сравнивать с землей уже собственную территорию. То есть метод будет тот, что превратить это сначала в обломки камней и потом штурмовать. Именно поэтому, мне кажется, они такое внимание уделяют сейчас эвакуации людей и они будут вывозить оттуда людей, потому что они уже знают, каким способом они будут эти территории штурмовать. То есть там живого места не останется. Что происходит с оппозицией? С той, которая осталась и с той, которая уехала, как будто растет эта поляризация во многом благодаря тем, кто, мне кажется, остался. и никак не может произойти поиск какой-то единой платформы для тех, кто уехал, несмотря на прибытие недавнее столь долгожданное новых важных акторов. Вы знаете, я даже не могу отметить, что произошло что-то новое, что может инициировать или спровоцировать ваш вопрос. Есть вечные русские вопросы о дураках, о дорогах, а теперь еще и о том, что происходит в русской оппозиции. Это из-за вечных вопросов. С моей точки зрения ничего совершенно не происходит из того, что не должно было происходить, потому что что такое оппозиционный деятель? Это как электроны, условно говоря. Если нет поля, то эти электроны движутся каждый, кто как себе хочет. И только когда возникает какое-то поле, они начинают двигаться в каком-то одном направлении. С моей точки зрения, сейчас пока нет революционной ситуации, нет движухи. То всякое оппозиционное движение находится в жалком и уничижительном положении. И это положение связано не с тем, что это какие-то особые дебилы собрались в оппозицию Путину, а вокруг Путина просто одни гении светочек, которые умеют держать строй. Это очень просто, потому что сейчас движуха на стороне Кремля. И когда есть движуха, когда есть деньги, когда есть драйв, когда есть цель, и эта цель видится достижимой, ну естественно все само собой складывается. Идиоты складываются в рыцарский орден. А вот когда этого поля нету, когда движухи нету, когда цели достижимы только в мечтах, то и умники все разбредаются каждые по своим каким-то дворам. Поэтому меня абсолютно, во-первых, не удивляет то, что происходит, потому что это именно то, что должно было происходить. То есть каждый сам по себе, каждый пробует воду для себя и под себя. Во-вторых, меня это не пугает, потому что я понимаю, что когда возникнет реальная, практическая, достижимая цель, которую все будут понимать, что она реальная, практическая и достижимая, эти все люди сгруппируются. И в-третьих, от них ничего не зависит. Вот эти движения социальные общественные, они возникают не потому, что появляется какой-то гений, который вдруг всех убеждает, вдруг всех организует, решает все проблемы, и все становятся вдруг часть. И вот он это все, ну это смешно, на самом деле вот эти движения, они возникают от объективных причин на фоне развития кризисных ситуаций и в конечном счете малюсенький фактор это вот наличие или отсутствие лидеров. Мое ощущение, что когда появится возможность, материализуется тут же и лидеры. Как там я у Лицской по-моему читал, что если Бог захочет, он из камней сделает детей. Но так если возникнет ситуация, то из последних камней образуются лидеры революционного движения. Да, я, наверное, все-таки сделал оговорку, я тут вспомнил, пока вы отвечали несколько уехавших пенсионных деятелей, конечно, они тоже, надо сказать, неплохо так вносят элементы раскола по сравнению с теми, кто остался, поэтому тут все ровно, я думаю, 50 на 50. Санкции, остались ли какие-то экономические рычаги у Запада? Не осталось тех рычагов, которые можно применять безболезненно, чтобы они вторым концом не били по себе. То есть проблема не в том, что нет рычагов, проблема в том, что нет палки без двух концов. То есть любые меры я слушал тут замечательное интервью, я имя забыл, но фамилию запомнил, очень интересный исследователь более молодого поколения Матвеев, по-моему, из Гарварда, он очень четко сформулировал как бы три причины, по которым не действуют санкции в отношении России эффективно. То есть, во-первых, оказалось, по целому ряду продуктов доли России на мировом рынке настолько велика, что изолировать, как-либо санировать эту долю, не приведя к дезорганизации этих рынков, к росту цен за те пределы, которые мировая экономика может себе позволить, прежде чем экономика развитых стран невозможно. Это раз. Во-вторых, Россия обладает как очень крупная страна. А для этого, кстати, не надо быть и крупной страной, может быть и мелкой страной, но при этом иметь там запасы какого-то чего-то одного, чего не у всех других нет, и все от нее зависят. Например, там Титан, еще какие-то вещи. Россия обладает рядом товаров, которые хочешь, не хочешь, а надо с ней торговать, потому что станет промышленность, в-третьих, собственно говоря, реальность состоит в том, что за последние несколько десятилетий доля Запада в мировой экономике она перестала быть настолько доминирующей. Да, это одна из самых крупных экономик мира, но при этом это уже там не 60-70% мирового ВВП, там условно говоря, я в цифрах запутаться 40. Вот мне показалось, что вот этот ряда, который Матвеев привел, она очень проста, очень наглядна, и она сбивает вот все эти фантазии по поводу того, что мы сейчас засанкционируем Россию до смерти. С моей точки зрения, вот дальнейшие санкции, дальнейшие санкции, они возможны только в том случае, если Запад из режима наблюдения переходит в режим непосредственного части войны. то есть, дальнейшие санкции это тогда, когда ты уже воюешь. Поэтому я думаю, что, в общем, возможно, маневры вот тут подвертели, на флот поднажали, там еще что-то сделали, но Россия, во-первых, успевает адаптироваться, потому что, если это не водится быстро, ну, не надо забывать, что вообще адаптивность русской ментальности, она очень высокая, но если бы ее не было, то и не было бы этой страны такого размера, способность русской к адаптивности и к ассимиляции они не создали империю, поэтому, если ты даешь время, то ответ не зажавеет. И дело не в Путине, сегодня Путин, он синхронизировал себя с движением как бы элиты, народной массы, это объективная реальность, поэтому это не ответ Путина, это ответ России, и надо понимать, что ресурс есть. Владимир Борисович, спасибо вам большое за разговор, наверное, я бы в конце поинтересовался бы у вас про ощущение времени, как вы думаете, оно идет медленнее, быстрее, что вот вы лично чувствуете с этим, с такой субстанцией, да? Ну, я сторонник всегда, мне когда-то Сергей Петрович Капица ознакомился со своей гипотезой, об ускорении исторического времени, она произвела на меня огромное впечатление, и я, в общем, живу с этим чувством, что время ускоряется, время ускоряется, и будет ускоряться и дальше, поэтому я думаю, что нас ждет интересное путешествие в неведомый мир на большой скорости. Надо успевать. Да, это точно. Надо вертеться. Будем. Спасибо вам большое за разговор, до встречи через неделю, ну и, друзья, вам тоже спасибо, что были с нами, не уходите без лайка. До свидания, выигрыш. Спасибо большое. Всего доброго.